Итак, всем доброго времени! С вами Черный Практик, Аккультист. Сегодня я хочу быстренько сделать такой расклад. Не знаю, будет он, насколько там рассчитан времени. У меня очень мало памяти, очень много клиентов пишут. Поэтому, насколько хватит у нас там видео, нас только посмотрим. Значит, смог ли он вас отпустить? Мы будем смотреть на того мужчину, который пропал. Не обязательно там, который сейчас пропал. Может, у кого-то он там пропал, там год-два назад пропал, чтобы вы понимали, не без вести. Ну, просто перестал писать по каким-то определенным причинам. Давайте посмотрим, почему. Нет, будет у нас расклад как бы на то, почему. Нет, смог ли он вас отпустить? Смог ли он вас забыть и отпустить? Ну, я думаю, причина, почему он пропал, выйдет у нас на картах. Итак, почему, как бы, да, нет, смог. Так, я путаю. Смог ли он вас отпустить? Смог ли он вас отпустить? Представляем образ этого мужчины. Ну, желательно так хорошо. Смог ли он вас отпустить? Смотрите, здесь я хотела бы сказать, что нет. То есть здесь нет. Здесь человек мог находиться в дороге, ушел. Какой-то выбор. Тут могла повлиять другая женщина. Смотрите, нет, часто возвращается в прошлое, часто сидит у окна и вспоминает вас. Вот прям смотрю, в окно смотрит и вас вспоминает. Нет, думает, что вы его приворожили. Однозначно мужчина не забыл, однозначно мужчина думает. И думает тайно, и хочет, и злится, и ревнует, и ревность. И смотрите, это такой вариант, чтобы он мог уехать по работе. Еще, фотки ваши смотрят, однозначно смотрят. То есть вы идете как по тайным отношениям. То есть, возможно, мужчина женатый. Но он хочет прийти, он хочет прийти. И здесь мысли о вас однозначно не отпустил. Прям острые такие, знаете, с ревностью, с болью, с тяжестью. Даже кому-то что-то о вас говорит. То есть, он, знаете, может что-то даже как-то читать, что ли. Но тут выпали и вы, сразу хочу сказать, и другая женщина. Он может сейчас быть женой. Тут и вы, и другая женщина. Это однозначно, вот она вышла, императрица. Скорее всего, мать его детей, это и жена. Да, как бы вот. Но вас однозначно он не отпустил. Не отпустил. Знаете, здесь идет как расстояние. Человек мог резко пропасть из-за расстояния. То есть, смотрите, здесь как будто он, знаете, сейчас спит, находится в родном доме. И вот эта вот змея на груди его жена смотрит на время. Здесь вспоминает часто и объятия. То есть, все как бы. Ну, тут мне идет, либо он на расстоянии находится. Смотрите, здесь я еще хочу сказать вам, что очень много карт на вас агрессии. Очень много. Ну, вообще-то, смотрите, здесь, конечно, человек, да. Просто вы его страхи. То есть, вы его страхи. И здесь, скорее всего, вы тоже, может, занимаетесь какими-то там практиками. Может быть, ему кто-то говорил, что вы чем-то занимаетесь. То есть, да. Но вот он как в зеркало смотрит, вас видит. Часто вспоминает почему-то, как вы за круглым столом сидели. Сейчас у нас выпали карты. Вот эти карты. Я сейчас все посмотрю. Прямо на расклад выпали. Вот именно на него. Сейчас. Вот они. Сколько у меня? Четыре карты выпали. Сейчас мы их раскроем. Ну, вы знаете, то, что как бы может обращать внимание на других женщин, да. Может, пытался вас как-то с другими женщинами забыть, да. То есть, здесь, вы знаете, как-то даже, может быть, и пил, и бухал. И он, во-первых, и ревнует. И, скорее всего, этот человек может находиться на расстоянии. И, знаете, здесь очень у него запутанное. Ну, то, что интерес есть, это сто процентов. Очень запутанная у него вот эта вот мысля за вас. То есть, да. Вот человеку вы прям снитесь. Вот он может где-то один быть, а вы как за спиной стоите у этого человека. Ну, ему очень сейчас тяжело. Даже мог за вас у кого-то узнавать, у какого-то человека, который хорошо вас знает. Либо же узнавать, кто вас хорошо знает. То, что он ревнует, это сто процентов ревнует. Смотрите, он еще, у него такие мысли происходят, такие тяжелые. То есть, человек думает, а что я буду делать, если она умрет? То есть, боится почему-то за ваше здоровье, за вашу смерть. И, ну, вот смерть, да, я так и говорю, потому что у него есть такие мысли. Не потому что он вам ее желает. А просто бывает такое, что вот он, у него мысли такие настолько спутанные, навязчивые, дурные. Что он вот представляет, что вы в могиле, либо вот что вы где-то, ну, все, вас нету, вы уже как бы в сырой земле. И человек, конечно, ну, ему становится очень дурно, ему становится очень тяжело, ему становится очень больно. То есть, где-то в душе, вот сейчас, да, он не с вами, но он вас защищает. Потому что здесь у него очень, ну, считает колючий вообще ваш характер. Я хочу спросить, где ты сейчас, скажи, ты где сейчас? Представляем его образ. Вы знаете, фортуна, ну, куда-то едет. Скорее всего, человек находится не в городе. Ты почему пропал, конкретно говори, почему пропал? Куда-то я собрался, как будто он не тут. Может быть, даже род с родом, много деревьев, род. Ну, как будто вот не в городе, да, человек? Не в городе, как будто его нету. Ты забыл? Нет. Нет. Без нее мой трон пустой. Не забыл однозначно и часто за едой, за питьем вас вспоминает. Тайная женщина, закрытая книга. Собираешься вообще? Собираешься ли прийти? Собираешься ли прийти? Да, собираюсь прийти, восстановить справедливость, но будет ядом пускаться. Смотрите, справедливость настроен серьезно о разговоре с вами. Держит дорогу. К вам держит дорогу. Прям бежит к вам, бежит. Ну, почему ты не ешь? На протяжении полутора месяца он вам не пишет. Скорее всего, человек находится сейчас либо со своей семьей. Угу. Да. Тут еще много женщин. Тут могут быть просто его родственники. Да. Он часто в компании как отходит вот от всех, да, как бы находит какое-то место и о вас думает. А что ты думаешь в последнее время? Вы знаете, что я тут еще скажу? Тут он даже из-за ревности может и нож взять. Почему-то думает даже о каком-то ружье. Сильно ревнует, сильная ревность. Да. Ну, планирую. Ну что, не забыла однозначно. О, девочки, ну колоду покрыла луна. Вы знаете, вот возле него много женщин, змеи какие-то, да? Смотрели мы на колодки, на колодки змеи. Луна мне покрыла расклад. Смотрите, вот идет мужчина, пробирается среди этих женщин, эти змеи, да, эти женщины, да? Вот. Он пробирается к другой змее, то есть к другой, понимаете, вот идет. К змее, может быть, сказать, всех змей идет, и он к вам пробирается, потому что, как бы, ему другие неинтересны. Знаете, вот есть скоропея-змея, да, которая, как бы, вот она как-то в каких-то мифологиях русских была там по... Кравительница чуть ли не всех змей, так, на голос не обращайте внимания, простудилась, а то есть и вот вспоминает вас, вот, ну да, чем-то вы его зацепили. Продолжение следует...